Ручками Саши Поэтому очень долго мы делали ремонт. Нудно и трудно. И вот что получилось. Ну, на самом деле, кухня, вот которой гарнитур, так сказать, вот сама кухня, она у нас уже достаточно древняя. Ой, ей как бы не соврать, уже лет 9. И это видно по многим местам. Тут вот уже потемнело, тут он уже рассыхается. И много таких вот вещей, где-то уже не такие четкие швы. Это все понятно, это видно. И, но, тем не менее, она в таком достаточно хорошем состоянии, что мне жалко денег на какую-то новую кухню. Тем более, что она любимая, большая. Вот эта вот столешница, они... Вообще и кухня, и столешница, они пережили даже переезд. Мы забрали его со старого дома, сюда перевезли, и столешница мною любима, нежна, потому что она, на самом деле, мраморная. На ней мы даже снимали, и вы видели, ничего к ней не пристает. Это натуральный камень, и на ней даже можно делать шоколад. Представляете? Ну, мы, конечно, очень мало готовим сладкого, но, тем не менее, сама возможность, что я могу делать шоколад, она меня прям греет душу, и поэтому вот, она у нас сохранилась. Единственное, что мы сейчас поменяли технику, это варочная поверхность. Это у нас поверхность Беко. Вы уже, наверное, не раз видели ее у нас. Она классная, она вот прям такая вся стеклянная. Я, кстати, впервые пользуюсь стеклянной варочной поверхностью, и мне были-были какие-то сомнения, что вот сейчас вот все, я сейчас начну ей пользоваться, она там, я не знаю, на ней все будет пригорать, молоко убежало, фиг, отчистишь. Нет ничего, знаете, достаточно легко все отмывается. Очень удачная, мне нравится. Единственное, что я переживала еще, что она серая, а мраморная столешница, она больше такая теплая. То есть, это похолоднее оттенок, а этот потеплее. Но ничего, она такая встала, прям такая солидная получилась. Четыре конфорки. Вот самая маленькая, самая большая. Здесь мы обычно кофе варим, здесь все остальное. Кстати, по поводу кафеля, который вот здесь вот, Саша, наверняка зацепил. Вот, обратите внимание, вот такое вот дурацкое пятно. Ничем не могу очистить. Ну, честно скажу, какую-то грубую химию еще не применяла, но сода там, какие-то вот эти вот пемосы. Ничего не очищают, ничего не пойму, почему он въелся в кафель, вот эти вот какие-то пятна. Ну, на кухне это обычное явление. Вообще, кафель мне этот понравился. Мы, когда его покупали, я прям была очень довольна. Ну, вот здесь вот, Саша, да, кафель же мы поменяли, я же сказала, да? Но, когда уже выложили фартук, я тут увидела, что вот такие швы, они расходятся. То ли наши как-то очумелые ручки, но тут-то ровный шов. Это-то вставки, они продавались отдельно, но это та же коллекция. Ну, короче, получилось, что как будто криво. Ну, ничего тут не может быть криво. Вот такие особенности. Ну, будем снимать издалека, чтобы привередливые самые наши зрители, они не увидели. Ну, или хотят, на самом деле, ну, что я сделаю здесь? Ну, вот так вот получилось. Здесь мы еще не доделали. Нету бордюрчика. К сожалению, часть бордюра прям при перевозке лопнула. Ну, будем как-то восстанавливать. Все-таки это мравор, надо понайти. Вот здесь вот тоже, видите, тоже лопнуло. Это вот восстанавливали, шов такой вот получился. Ну, ничего. Все равно это все такое классненькое и красивое. Да, вот это вот розетки здесь, конечно, мне тоже они очень нравятся, но приходится их периодически декорировать. Вот для этого здесь цветы стоят. Есть еще косяк. Когда мы делали ремонт, когда проводили газ, блин, я не знаю, пьяные, может, были, конечно, шучу, но, тем не менее, вот каким-то образом у нас тут бах и появился шланг газовый. Приходится тоже его вот так вот прикрывать, но я еще хочу... Вот у нас нету в Липецке икее. Мне кажется, я бы туда заехала и что-нибудь бы нашла. Чем-то буду декорировать. Друзья, если появятся какие-то идеи, обязательно нам подскажите. Если уж идти дальше по столешнице, вот техника, вот это Китфорд. Это сушилка. И она стоит у нас не просто так для красоты. В ней я сушу переспевшие бананы. Тут вот уже остатки, потому что все норовят попробовать. Ах, как получились ли бананчики, не получились ли? Отлично, получаются. Но вот как-то их даже не успеваю сохранять. Отсюда прям и съедаются. Поэтому она у нас стоит и круглый год работает. За что люблю свою кухню, за обилие шкафчиков. Тоже, конечно, не через правильные места они были сделаны. Есть косяки, но об этом в следующий раз, потому что видео тогда получится бесконечное. Вот еще одно наше новое приобретение. Это духовка Китфорд. Печет вот просто великолепно. Я не знаю, это лучшая духовка за мои 40 лет жизни. Вот правда, сколько их у меня было разных. И у нас, и уже на другой кухне, и у меня еще до замужества. Чего только, каких только не было, газовых, не газовых. Но это просто песня. Вот правда, хочется печь, готовить, жарить. Я не знаю, гриль делать, все что угодно. У нас, кстати, еще есть камень для пиццы. Обязательно мы вам его продемонстрируем. Ну, в ближайшее видео обязательно смотрите. Ой, спускаемся вниз. И вот это вот моя боль. Как видите, раньше вот здесь вот была внизу, между полом и гарнитуром. Как-то гарнитур мне не нравится, слово дурацкое. Вот, была вот здесь вот, я сейчас даже так вот припаду здесь. Было вот здесь вот такое вот перекрытие. Оно мне не нравится. Оно закрывается, конечно, белое оно было у нас. Но при этом все, там уже не пропылесосить, ничего не сделать. Это там пылесборник такой, поэтому мы убрали. Если у вас есть какие-то идеи, чем вот здесь вот это все декорировать, пишите в комментариях. Вот, добрались мы до нашего пола. Пол, это просто гениальный. Вот правда. Во-первых, он очень теплый. Я по нему могу ходить босиком. Во-вторых, он мягкий. Вот, ну, я не скажу, что он прям пружинит какой-то, прорезиненный. Нет. Но, тем не менее, он не такой жесткий. И по нему очень приятно ходить. Я люблю это делать. Тапочки с ним. Надеюсь, шнур не мешает все это весь. И он классный. Вот настолько он здесь вписался, настолько он здесь вот как родной. Как будто мы вот здесь заехали, и все это было продумано шикарным каким-то дизайнером. Причем старая кухня, новая мебель. Все встало, все как-то вот так вот. По поводу того, насколько пол держит деформации. Вот у нас. Ну, сейчас, наверное, даже подвину. Ох, Саша, вместе с Сашиным чаем. Саша у нас, он сразу оператор, и сразу чаек тут попивает. Все, в общем, как положено. Да, я могу. Вот, чай уберу. Вот. Вот этот стол делал еще мой дедушка. Дедушки нет с 86-го года, представляете? А стол этот, я его просто обожаю. Он, он не дубовый, как я бы хотела вам сейчас сказать, что это прям дуб настоящий. Мне кажется, это сосна. Я плохо разбираюсь, но столешница все время выделяет смолу. Поэтому я думаю, что это что-то такое хвойное, да. Вот сейчас услышите. Вот, слышите? Постоянно она прилипает. Мы пытались его как-то обшкурить, хотели покрыть его лаком, но тем не менее, вот это выделение смолы происходит постоянно. Стол сделан в году 65-м. Представляете, сколько ему лет? Но он настолько классный. Вот размер идеальный. Даже для семьи в 4 человека, двое детей у нас, две дочери, мы, Саши, он настолько, вот место в нем, ставь все, что хочешь. И сидят все, никто не прижимается, никому не тесно, все настолько хорошо. При условии, что у нас кухня большая, и тот дом, который у нас был до этого, он тоже, мы строили его сами, так же, как этот дом. И тоже была большая кухня. Он идеальный. Я вот с ним не расстанусь, наверное, никогда, даже если перееду куда-то в кухню 6 квадратных метров, стол заберу все равно, потому что он даже для приема гостей он классный. Вот, но он тем не менее тяжелый. Это вот сейчас я его так легко подвинула, потому что Саша подклеил снизу, как это штуки, войлочные такие, как они называются? Прокладки, да. Да, чтобы не царапать пол, потому что пол на самом деле, ну, жалко, конечно, он прям такой... Хочется его поберечь. Но стол на самом деле тяжелый. Я его с трудом поднимаю. Может быть, даже основание какое-нибудь и дубовое. Кто его знает? Уже у дедушки я не спрошу, царство небесное дедушки моему, деда Яша его звали. Вот, но стол мы двигаем отчаянно. Он у нас и так, и сяк. И у нас приходили гости. На Новый год у нас тут вообще толпа была. Мы его и туда, и сюда. И нигде ничего. И он стоит статично на одном месте. И мы сколько раз вот смотрели, пол вообще ровненький. Никаких вмятин нет. Хотя, еще раз повторюсь, он прям тяжелый. Я его одна поднять, но не смогу. Не потому что он громоздкий, а потому что он достаточно тяжелый. И даже Саша, когда вот переносит, он старается отдельно столешницу, она легко снимается. И отдельно стол. Вот такая вот у нас история. Так что полы Пурлан рекомендую всем. Идеально подходят, экологичные. И еще и красивые. Выбор просто огромный, гениальные какие-то вот полы. Собирается легко. Саша их сам монтировал. На этом тоже можно сэкономить. Я понимаю, что ламинат тоже могут приехать вам собрать. Но это все фигня, потому что вот когда ты сам делаешь, это прям какое-то творчество. А творчество мы любим. Потому что вот такие мы творческие. Ну вот, друзья, такой обзор у нас получился. О, ну представляете, как классно. Вообще просто прелесть. Такой обзор получился. Кухня, конечно, требует еще доработки. Еще там, там, там. Вот эти вот какие-то, какая-то мелочевка, которая, ну как обычно, занимает больше всего времени. Пишите свои вопросы. Задавайте все, что вы хотите увидеть. Вполне возможно, мы в ближайшее время сделаем еще один обзор такой. Ну как в ближайшее время? Как мы быстро делаем такие обзоры, то может через месяц или два. Вот, если что-то еще вам интересно, обязательно напишите. Задайте нам свои вопросы, а мы расскажем. Вот такая кухня получилась. Добро пожаловать на нашу кухню. Обязательно смотрите наши рецепты, потому что готовить мы любим. И рецепты у нас очень вкусные. С вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Обязательно сходите по ссылке и посмотрите все наши покупки.